Приветствую вас и тяжелее всего, конечно, всегда интерпретировать поведение человека, которое не имеет ярко выраженной направленности. В данном случае ваш молодой человек просто заходит на страницу своей девочки, которая не только не представляет для него партнера в общине, но и у которой даже нет фотографий на ее странице. Тем самым можно говорить о том, что ваш молодой человек, он, скорее всего, преследует какую-то чисто духовно-эмоциональную цель заходить на страницу. Ну, во-первых, говоря о том, что есть ли повод для беспокойства, дело в том, что, понимаете, мы не можем вам вот так сказать, есть ли повод для беспокойства или нет. Почему? Потому что ваш молодой человек – это отдельная личность, отдельный человек. И как он воспринимает ситуацию? Какой у него характер? Какие у него моральные принципы? Мы не знаем. Каждый эксперт, являясь также человеком, интерпретируя поведение другого в каждой конкретной ситуации, будет ориентироваться исключительно на свой жизненный опыт. То есть, говоря о том, есть ли повод для волнения, стоит ответить, к сожалению, вам нейтрально. Потому что, если ваш мужчина, например, спокойный человек, если ваш мужчина, например, человек, который, условно говоря, там, никогда не обманет вас или за ним ничего такого не водилось, да, то есть, человек, которому, в принципе, можно доверять и так далее, то в этом случае повода для беспокойства нет. Если у вас с вашим молодым человеком происходят ссоры, например, или что-то еще, то тогда, к сожалению, повод для беспокойства есть. Но вне зависимости от того, есть ли повод для беспокойства или нету этого повода, вне зависимости от этого, можно однозначно совершенно сказать так, что чисто гипотетически, если мужчина даже захочет вернуться к бывшей девушке, да, то это будет возможно лишь в том случае, если, первое, он вас не любит, и тогда отношения, сами понимаете, не имеют никакого продолжения там и так далее, да, то есть, они так или иначе обречены на провал, в случае, если он вас не любит, либо, если его что-то не устраивает в том, как складываются ваши отношения, и это уже совсем другая сфера, то есть, в первом случае вы, по сути, сделать вообще ничего не можете. Во втором случае, то, что вы можете сделать, это дать мужчине все, что ему нужно от отношений, от женщины, и этим самым, сделав все возможное для того, чтобы, по сути дела, значит, удержать, можно сказать, мужчину при себе, то есть, это не то удержание, которое, знаете, активно, это именно то удержание, когда вы просто стараетесь обеспечить молодого человека всем тем, что он нуждается, в чем он нуждается. При этом, вам в обязательном порядке нужно думать о себе, нужно любить себя, нужно относиться к себе с достоинством и не позволять себе не сомневаться, в самой же себе не быть неуверенной, если у вас есть неуверенность, ее нужно исправлять. В этом можно вам помочь, если такая необходимость будет. И, в принципе, все. То есть, важно, чтобы вы, делая все, что возможно для своего молодого человека, при этом не обесценивали себя еще, не создавали у него такое впечатление, не создавали у него такое ощущение, что вы просто вот, ну, подчиняетесь ему и что вы готовы на все ради него. Да, вы готовы на все ради него, но только если он вас, как бы, ценит, если он вас уважает, если он вас любит, то он готов что-то для вас делать. Если ничего подобного нет, то, соответственно, нельзя говорить никак, никак нельзя говорить о том, что, значит, эти отношения у вас имеют будущее. Вот, в принципе, именно это и можно вам сказать. Далее. Что касается того, почему мужчина может заходить на страницу девушки, здесь, я думаю, вам нужно сделать примерно следующее. Если у вас хорошее доверительное отношение с молодым человеком, то спокойно, ненавязчиво, без агрессии, без всего, без какого-либо негатива, спросите у него о том, вот так и так, я знаю, что ты заходишь, звоните к своей девушке, просто скажи мне, зачем ты это делаешь. То есть ты хочешь какую-то цель преследовать. Я не против, чтобы ты заходил, но, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, о том, зачем, потому что я теперь все-таки не желаю и хочу знать, какую цель ты преследуешь. Ну и в зависимости от того, что вам молодой человек скажет на это, можно уже будет делать вывод. То есть сказать им, может, конечно, все, что угодно, но его фразы можно разделить на, его возможный ответ можно разделить на два вида. Это ответ, при котором он вам все объясняет, да, то есть не оставляет никаких, не оставляет никаких дайм от вас, да, то есть все предельно прозрачно, все предельно понятно и так далее. Либо второй вариант, это при котором молодой человек говорит, нет, прости, это не твое дело, я там буду, в общем, вот как хочу, я так и буду. И в этом случае мужчина оставляет для себя определенные страницы, оставляет определенные, значит, поля, куда вам нету доступа. Можно говорить о том, что это предательство, например, с его стороны, или нельзя говорить о том, что это предательство. Ну, а это я надеюсь, вы понимаете, решать только вам. То есть в принципе, если у вас тоже есть некие такие области, в которые вы своего молодого человека не опускаете, где вы считаете, что только вы решаете, как будет, как и чего, то этот принцип норма-нормаль. При таких отношениях иметь личные границы вполне естественно и правильно, но тогда я рекомендую вам обязательно быть просто хотя бы психологически готовой к возможным последствиям. Если для вас это неприемлемо, то тогда об этом надо помочь человеку сказать, и в случае, если он согласится с вами, то отношения у вас будут развиваться. Если он согласится, это конфликт, и в зависимости от того, кто уступит в этом конфликте, и какой ценой, можно будет говорить о том, как ваши отношения будут развиваться дальше. А на этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.